Сегодня вебинарная комната принимает всех, кто хочет быть вместе с нами. Спасибо большое! Германия, Татарстан, Воронеж, Афины, вся Россия. Я очень рада, что вы сегодня выбрали время и будете находиться со мной целый час. Итак, дорогие друзья, если у вас есть новые партнеры, кто первый раз слышит или первый раз присутствует на вебинаре, можете сейчас поставить восклицательный знак, чтобы я поняла, на какую аудиторию можно рассчитывать. Светлана, спасибо за приветствие! Питер! Спасибо, Татарстан, Гузельчка! У кого есть новички, поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки. Замечательно, замечательно! Ещё вставьте, ставьте восклицательные знаки, тогда я сориентирую, сколько времени мне посвятит теме и сколько, так сказать, погружению наших новичков. Итак, дорогие друзья, кто меня знает, я думаю, что много на себе я не буду останавливаться. Мы сейчас с вами поговорим немножко, конечно, как по правилам нашей системы, в рамках нашей системы ГОУ, два раза в месяц происходят вот такие встречи в вебинарной комнате, на которых мы можем поговорить о продукте, и о продукте именно раскрыть их особенности, наших продуктов, чтобы вы могли ориентироваться и использовать эти вебинарные записи, для того, чтобы ваши новички потом могли даже в ваше отсутствие изучать предмет от профессионалов. Я могу назвать себя профессионалом, потому что 11 ноября 2011 года компания пришла на этот рынок, и вот уже скоро 8 лет мы в ноябре будем праздновать 8-летие, и вот ровно год, как только компания зашла на рынок, 11 ноября 2012 года, мне повезло услышать о нашей компании информацию, которая не оставила меня равнодушной. И 12 ноября в субботу, как сейчас помню этот день, мы встретились с Ниной Семеной, и она доходчиво и очень понятно мне донесла мысль об уникальном продукте, который вошел на рынок, и о более уникальной команде, которая этот продукт внедряет. В наше время, когда не очень легко внедрять что-либо на рынке, это достаточно смелое было решение, внедрять незнакомый продукт с такими очаровательными свойствами, просто вкусной конфетой, и обещать, что они что-то делают с нами. Первые реакции были, конечно же, не для всех понятны. Я была готова к принятию новой информации, и очень благодарна Нине Семеновне, что она профессионал такого уровня, и мне достаточно было просто 15 минут, чтобы оценить, какова же эта идея вкусно, доступно, необыкновенно. Это идея на миллион. И поэтому благодаря моему спонсору вот уже 6,5 лет, через несколько дней будет ровно 6,5 лет, как я являюсь партнером нашей компании, которая носит название APL. APL – это Agile Product Line – продуктовая линия против старения. И я считаю себя достаточно успешным партнером, достаточно успешным не только по своим оценкам, это говорит еще о том, что все-таки моя команда почти 7 тысяч человек на территории и России, и за границей. И я очень уважаю всех партнеров, которые не дают мне покоя каждый день. Я очень хочу быть успешной и быть эффективной для вас. Поэтому вот эти звания все, вот видите, сколько у меня всяких наград. Вот здесь, да, вот такой я орденоносный партнер нашей дорогой компании. Только благодаря тому, что есть продукт уникальный, иначе бы мы не смогли донести его. Если бы он не работал сам, мы бесполезно сотрясали бы воздух. Поэтому вот уже на протяжении 6,5 лет я являюсь участником всех закрытых клубов. Стартим – это звездный клуб, это за воспитание новых лидеров. А клуб – это за лучшее РЦО. Все круизы мне тоже, вот я смотрела гимн, и каждый этот фрагмент мне знаком. Поэтому для меня гимн – это и есть история моего успеха. Когда мне в Америке вручался Александр Михайлович лучший продавец по итогам 2013 года, то, конечно, я разревелась. И очень много фотографий, нет, это другой кадр, фотографий, где вот этот с листком я… Давай посмотрим. Вот мы первый год, когда я отработала, мы поехали в Америку. Это было, знаете, как открытие, я для себя решила, что всё только начинается. Это очень интересно было постигать мир, и всё так быстро, стремительно. И мы оказались на Багамских островах, в местах, где только были пираты в книжках. Это было нереально просто. Такие волны огромные, такая синева океана, которая никогда не забывается. И вот в связке президент, мой дорогой спонсор Нина Семёновна и семья Куликовых, которые для нас просто открывают новый мир. И, конечно же, вот эти вещи незабываемые – это то, что держит каждый день меня на такой вот нормальной стрессовой волне, которая помогает мне действовать и не оставаться в покое. Потому что продукт, который вошёл на рынок, продукт, который изменит мир, он действительно работает. И за то, что я об этом неустанно уже на протяжении 6,5 лет говорю, компания ещё вручила мне вот такую замечательную награду. Это такой специфический орден за заслуги перед компанией. И я каждый месяц получаю на 100 условных единиц 5 коробочек продукта. И успешно также ими делюсь с моими друзьями и вообще гостями, кто приходит в офис. Вот этот момент, когда Сергей Сергеевич пожал мне руку и благословил. Это было в Америке, это было очень трогательно. А вот эта уже статуэтка, это вторая статуэтка «Золотой листок». Это в Италии награждали лучше по продажам. И вот там в уголочке вы видите Леночку Цыпину. Это мой ангел, которая приняла мою эстафету сразу же, буквально, когда я вошла в проект. Она приняла эстафету в Башкортостане и начала активно развивать нашу структуру. И вот благодаря ей создалась такая великолепная команда в Башкирии, которая, в принципе, дала старт многим потом городам. Даже Москва еще не успевала мыслить, а Уфа уже действовала. Так что вот эта идея, конечно, замечательная. Она поглощает, если вот вникнуть в нее. И вы знаете, все наши круизы, путешествия, я никогда не остаюсь равнодушной. Всегда вместе с президентом мы везде ездим. И его обещание показать нам весь мир является для меня ключевым, потому что мне нравится путешествовать. Вообще здоровым человеку интересен весь мир. И на сегодняшний день в моем проекте и моя дочь, потому что она с 14 лет, оставалась одна с котами, когда я уезжала открывать новые страны, новые города. Вот мой ребенок оставался дома, взрослела одна. И, в принципе, проект APL помогает мне. Я была уверена, что если мама здорова, ребенок здоров, то даже стрессы, которые действуют на нас во время разлуки, они оставляли следа плохого. Поэтому мама Нина могла зарабатывать деньги, поднимать вот так, на пятой годовщине в Москве поднимать вот такие чеки, показывать их легально. И это очень здорово, что есть такая возможность, есть такая компания, которая позволяет и зарабатывать, и путешествовать в кругу своих друзей. И мои спонсоры, это Нина Семеновна Шашукова и Сергей Сергеевич Куликов, они действительно люди, которые открыли мне совершенно другой мир. И я благодарю им за это, и благодарю свою команду, которая всегда со мной. А на сегодня это очень обширная география. Вы каждый, кто сегодня у экрана, все моя команда. Потому что вы все меня обучаете, все, кто сегодня на одной волне. Я считаю, что мы команда, которая нужна друг другу. И, конечно же, вот все круизы, которые мы прошли вместе, нас объединили, сроднили. Мы тут такие пампушки, видите, полосатые. Но я говорю, нет, мы стройные, это просто полосатые матроски. Поэтому мы толстушки. А так мы, в принципе, очень красивые и стройные все. Вот это Индия, незабываемое впечатление. Когда мы на Цейлоне примеряли всевозможные наряды национальные. Вот такие интересные сари, которые еще и дома у меня есть. Так что как-нибудь могу фотосессию сделать. И вот моя дорогая Гузелья Назмиева, которая успешно развивается всегда со мной рука об руку. Вот хорошо работать и отдыхать со своей командой. Поэтому я всех вас призываю, будьте со своей командой. Мы очень гордимся сейчас командной работой Германии. Они показали действительно, какой прорыв. Какие лидеры, какие люди вышли из нашего проекта. Чеки, в десятку чеков попали. Просто мной уважаемые друзья и вообще коллеги, которые для меня являются авторитетами. Очень благодарна. И Эмме Поль, и семье Бертрам, и маленькой взрывной волне нашему маленькому террористу Оксане Шнайдер. Наша первая встреча была с ней когда-то. Я поняла, что в этой женщине просто кроется невероятная энергия. Оксаночка, ты победитель. И, конечно же, вся команда Дерягина, Людмилы, вся команда Молдовы, вся команда Минсимёны и Женечки Новиковы на всей территории земного шара. Вы нас вдохновляете. Команда – это круто. И мы сегодня с вами собрались не для того, чтобы просто комплимент друг другу сделать, а для того, чтобы быть эффективны друг другу и полезны. Вы знаете, на сегодняшний день, если вы посмотрите на красивые лица отдыхающих людей, то многие из вас подумают, да, хорошо им там, можно радоваться, а кто-то даже испытает стресс, почему я не могу так же быть где-то на отдыхе. Каждый из вас найдет оправдание, почему не может этого сделать. И мы сегодня с вами поговорим о том, что же такое в принципе стресс или что же такое релакс. Вот две, так сказать, стороны одной медали – релакс и стресс. Я думаю, очень много сказано об этом и прочитано и в рамках нашей системы, когда мы запускали в Турции наш Сергей Сергеевич приобрел систему Гоу и первый раз в 2014-м году, по-моему, в 2014-м мы запускали это. Очень интересно было, что мы держали в руках незнакомые листочки, мы читали, ничего не понимали, у нас был полный стресс. Как можно было взять листы бумаги и декламировать их перед аудиторией 100 человек? Конечно, мы все в стрессе были. Но самое интересное, я вам открою секрет, что в нашем век-офисе, в нашем онлайн-университете есть полное собрание сочинений о нашем продукте. И очень жаль, что многие из партнеров, когда я спрашиваю, вы знаете, что у нас есть прекрасная лекция о продукте? Они говорят, а где это найти? Вот вы знаете, есть вот такие системные папки, вот такие системные папки, которые находятся у нас в онлайн-университете, их можно скачать, поместить вот в такой журнальчик. И здесь практически пошаговая инструкция, как сказать правильно о нашем продукте. Я не хочу для вас Америку открывать, потому что зачитать этот текст всего лишь 5 минут. А самому рассказывать, да, можно рассказывать долго, но вот я подписываюсь под каждым словом, ведь эти материалы создавала наша Ольга Владимировна. И я чувствую за каждой фразой, за каждым предложением ее пристальный взор. Настолько грамотно было составлены все тексты, а я очень много составляла разных буклетов для того, чтобы быть эффективной. Иногда создавала какие-то материалы. И вот когда я читаю о том, что вот как создан наш материал, вы знаете, у меня есть такое желание просто взять и зачитать. Потому что лучше не скажешь. Вот я буквально потрачу пару минут и покажу вам, насколько правильно и грамотно у нас создан инструмент. А после этого мы с вами дальше продолжим нашу тему. Итак, что же такое стресс? Под стрессом многие понимают эмоциональное состояние, возникающее в ответ на всевозможные экстремальные воздействия. При стрессе в организме вырабатываются гормоны. Гормон адреналин. Основная функция которого – заставить организм выжить. Стресс является нормальной частью человеческой жизни и необходим в определенных количествах. И если бы в нашей жизни не было стрессовых ситуаций, то элементов соревнований, риска, желания работать на пределе возможностей, жизнь была бы гораздо более скучной. Иногда стресс выполняет роль своего рода вызова или мотивации, которую необходимо, чтобы почувствовать полноту эмоций. Даже в случае, если речь идет о выживании. Если же совокупность этих вызовов и сложных задач становится очень большой, то способность человека справляться с этими задачами постепенно упрачивается. Вы представляете, как четко сказано о стрессе? При постоянном стрессе обычные эмоции сменяются беспокойством, вызывающим нарушения в физиологическом и психологическом плане. И понятие стресс было выведено Гансом Салье для обозначения неспецифической реакции организма на любое неблагоприятное воздействие человека извне. Получается, что стресс – это ощущение, которое испытывает человек, когда полагает, что не может эффективно справиться с возникающей ситуацией. Одна из наиболее часто встречающихся причин возникновения стресса – противоречие между реальностью и представлением человека. Важно помнить, что стрессовая реакция одинаково легко запускается как реальной ситуацией и реальными событиями, так и существующими лишь в нашем воображении. И в психологии это называется закон эмоциональной реальности воображения. Человек реагирует не только на действительную опасность, но и на угрозу или напоминание о ней. Например, нередко стресс возникает не только в ситуации развода супругов, но и в тревожном ожидании разрыва упороченных отношений. Как подсчитали психологи, порядка 70% наших переживаний происходит по поводу событий, которые существуют не в реальности, а лишь в воображении. Например, волнение перед экзаменом или по поводу длительного отсутствия ребенка дома в поздние часы. И вот Салье определил три этапа стресса. И вот интересно очень, чтобы вы понимали, нам нужно не только изучить, что такое стресс, нам нужно понять, как его увидеть, обнаружить, как его локализовать, а потом как им управлять. Это очень здорово, когда эту практику вы одолеете вместе с нашими материалами в онлайн-университете. И когда наш Сергей Сергеевич запускал систему, то мы стеснялись подсматривать. А он говорил, ближе к тексту, ближе к тексту, ближе к тексту. Я понимаю, почему. Потому что лучше сказать вряд ли получится. Итак, вы знаете, первый этап – это реакция тревоги. Фаза мобилизации защитных сил организма, повышающая устойчивость по отношению к конкретному травмирующему воздействию. При этом происходит перераспределение резервов организма. Решение главной задачи происходит за счет второстепенных задач. А на втором этапе – это стабилизация всех параметров, выведенных из равновесия в первой фазе, выведенных из равновесия в первой фазе и закрепляется на новом уровне. И внешне поведение мало отличается от нормы. Все как будто налаживается, но внутренне идет перерасход адаптационных резервов. И если стрессовая ситуация продолжает сохраняться, наступает третий этап – истощение, что может привести к значительному ухудшению самочувствия, различным заболеваниям, на некоторых случаях даже летальными. Итак, вы видите, что три этапа стресса. Разве можно лучше сказать своими словами, чем просто за минуту прочитать? Научите своих партнеров просто взять папку и зачитать на про-продукте такую замечательную тему, как релакс. Итак, что же такое, как развивается стрессовая ситуация у человека? Первый этап – это нарастание напряженности. Нарастание напряженности по своей продолжительности этот этап очень индивидуален. У кого-то быстро возникает эта стрессовая ситуация. Заводится человек один быстро, другой медленно. Бывает спокойный человек в обычной жизни, в стрессе, становится совершенно неузнаваемым. Другой человек, наоборот, был, допустим, активный, а во время стресса просто слабеет. И вот даже спортсмены и тренеры говорят, что если ребенок, когда начинает заниматься спортом, и он во время физической нагрузки румянец имеет на лице, значит, адреналин и занятия спортом дают приток крови. А если ребенок бледнеет во время стресса или какого-то напряжения, то он никогда не сможет добиться больших результатов, потому что, оказывается, питание мозговое зависит от прилива крови. Поэтому это тоже очень важно. Вы можете это понаблюдать, как может каждый из вас реагировать на стресс. Или кровь приливает к мозгу, или наоборот, вы бледнеете, или ноги ватные становятся. То есть у каждого своя реакция на стресс. И очень важно понимать, что это не какие-то объективные события происходят с вами. Это все возникает в вашем организме. И мы сейчас будем об этом говорить, почему именно так возникает отношение организма к стрессу. И вот на втором этапе, этап стресса, это более продолжительный уже период. И он тоже индивидуален. От несколько минут до несколько дней, недель. И когда человек исчерпал свои энергетические ресурсы, почувствовал опустошение, утомленность, усталость, вот тогда этот этап заканчивается. И важно, чем он заканчивается. Или восстановлением, или полным упадком силы. Иногда человек на стрессе, на напряжении долгое время работает. И когда вдруг все закончилось, какое-то событие, подготовка к нему, такое трудолюбие было оказано, нервные там напряжения, потом вдруг все заканчивается, человек просто отпускает ситуацию, и все, и он заболевает. Оказывается, его держал адреналин. Его держал гормон стресса, и адреналин, и кортизол. То есть эти гормоны, они мобилизуют внутренний организм на определенные только функции, за счет других. И вот именно вот это перераспределение иногда бывает не очень уравновешенным. Поэтому, когда мы говорим, что стресс, к сожалению, имеет свойство накапливаться, и из физики известно, что ничто в природе не может исчезнуть никуда. Вещество и энергия просто перемещаются или переходят в другие формы. То же самое касается и душевной жизни. Переживания не могут исчезнуть, или они или выражаются вовне, например, в общении с другими людьми, или накапливаются. И тут-то нас и подстерегают серьезные побочные эффекты. От этого полезного природного механизма самозащиты. И даже в наиболее легкой форме тревожности и депрессии появляют себя многочисленными изменениями поведения. И чаще начинает беспокоить головная боль, нарушается сон, нередко наблюдается ухудшение настроения, периоды тоски, слезливости, приступы злости или вспыльчивости, утомляемости, без четкой связи с нагрузками и отдыхом, эпизоды подливости, дружи, дурноты, сердцебиения. Есть продукты, которые якобы улучшают состояние алкоголя, допустим, наркотики, другие вещества психотропного характера. Даже они, наоборот, могут даже спровоцировать такой длительный стресс, потому что эти продукты только делают вид, что они успокаивают нервную систему, а на самом деле они ее угнетают и выводят из строя. И в результате нервная система наша начинает подавать ложные сигналы на выработку гормонов. И когда, вот представьте себе, когда, допустим, вам нужно сделать одну копию чего-то, вы подошли к принтеру, сделали копию, получили ее, у вас копия читабельная. А если ваш принтер заела, и эти копии сто штук печатаются, даже чернил уже не хватает, а копии печатаются, печатаются, печатаются. И вот последняя копия совершенно нечитабельная. Это говорит о том, что если мы постоянно живем на стрессовом гормоне, и гормон уже неправильно диктует свой штанг, свое действие нашему организму, то эта вот плохая копия и является тем психосоматическим аспектом, который накладывается на наш организм. И причем накладывается таким образом, что потом сложно уже убрать это из организма. Очень многие люди многократно, просто постоянно используют свой организм для того, чтобы испытывать гормон стресса. Потому что гормон стресса, кортизол, он в какой-то мере сначала будоражит, сначала волнует, прилив крови дает, силы придает, а потом начинается период такого упадка. И этот период упадка самый страшный, потому что у человека не возникает дополнительной энергии, а наоборот появляется такое истощение и разочарование. И человек опять хочет получить гормон стресса. Он опять использует окружение свое для того, чтобы его получить. Обратите внимание, когда люди, допустим, поссорились, они очень серьезно взволнованы, на высокой ноте поговорили, получили некое возбуждение, прилив крови, потом эта ситуация проходит, и организм запоминает, что в этой ситуации им было немножко кайфово. И человек, поймав вот этот кайф, он всегда будет стремиться получить вот это оздоровление, оживление за счет других людей, чтобы использовать их для выброса вот этих гормонов. Поэтому, когда перед вами находится человек, который может быстро входить в фазу раздражения, вот вы должны понять, что только за счет стресса он живет, за счет вот этих гормонов, копия которых уже очень блеклая, это уже практически не те ферменты, не те гормоны, которые должны оздоравливать человека. Вот так мы получаем хронические заболевания. И когда эти хронические заболевания появляются у нас, имейте в виду, что в принципе лечить человека не нужно. Нервная система управляет всеми системами организма. И надеяться на то, что болезнь можно лечить, это глупо. Организм очень хитрый, и всего лишь 4% ресурса он использует. Но если нервная система выведена из строя, а нервная система – это как электричество, как проводка, как нежнейшие тонкие проводочки, которые подключаются как схема. И вот если при частом использовании этой схемы, некачественном использовании этой схемы, просто обгорает все и выходит из строя. И те места, в которые нервная система уже неадекватно посылает сигналы на функционирование, в этом месте происходит сбой. И человек не может уже понять, что же с ним происходит. Ни врачи ему не подскажут, ни кто. Поэтому, дорогие мои, бороться со стрессом не нужно. Не нужно подавлять нервозность, не нужно, так сказать, считать, что все болезни от стресса, и это неизбежно. Как раз таки, когда мы поймем, что же такое стресс, и как работать с ним, и как узнавать его по поведению человека, то мы можем буквально экспертами стать, особенно с нашим необыкновенным продуктом. Обычно как человек борется со стрессом? Ну, то как, как в том анекдоте. Мужчина, который боится крови, спрашивает у своего знакомого хирурга, говорит, слушай, ты столько часов проводишь за столом операционным, как ты стресс снимаешь потом? А хирург говорит, а зачем его снимать? А я и не напрягаюсь. То есть для кого-то что-то стресс является, а для кого-то обычное явление. Поэтому мы все очень разные. И не бороться со стрессом нужно, а находить те возможности, которые нас устраивают, чтобы функционировать и общаться с окружающим миром. И когда мы говорим о том, что уже много создано было продукта для того, чтобы со здоровьем работать, мы эту схемку часто видим. И вы видите, что люди разные использовали способы для того, чтобы прийти к феномену сегодняшнего продукта. Это были и порошки, и жидкости какие-то, это были травки сухие, капсулы. На сегодняшний день человек так быстро, так быстро двигается и считает, что скорость – это фактор времени и необходимое условие для существования в таком скоростном пространстве. И поэтому на смену всех известных способов борьбы со стрессами пришли уже новое поколение, продукты нового поколения, созданные по новым технологиям. Это удивительное сочетание, которое объединяет и науку, и природу, и технический прогресс. Как можно было просто и легко извлечь из природных компонентов, объединить их методом синергии в технологию аккумуляции силы. И вот такой уникальный состав, который на сегодняшний день аналога в мире нет, имеет наша только компания, Эйджио Продукт Лайн. И наша компания запатентовала вот такую аккумуляцию силы. Технология аккумуляции Сей является им инновационной. И ее эксклюзивность в том, что эффективность полезных веществ увеличивается в десятки раз. За счет этого наблюдается практически мгновенный эффект, оздоравливающий. А если мы говорим, что весь организм изначально это нервная система, а потом все остальные системы, вот вы должны понять, насколько важно иметь здоровую нервную систему, чтобы правильно управлять своим организмом, находить ресурс для того, чтобы преодолевать всевозможные нагрузки. И в этом случае наша продукция становится просто незаменимым, потому что уникальный состав не только успокоит, придаст уверенности, поможет собраться с мыслями, но и насытит наш организм нужными витаминами. Потому что мне очень часто приходится сейчас изучать, именно что такое нервная система, что такое мозг. Это очень увлекательно. Я в последнее время всем рекомендую приобрести вот такие книги Джо Диспенза. Он помогает нам разобраться, что же такое вообще наш мозг и как управлять ситуацией, когда 95% подсознания нами управляет, только 5% сознания. Поэтому мы можем больше с помощью нашего продукта. Буквально быстро разберем компоненты нашего продукта. Вы знаете, они очень узнаваемые, они очень вкусненькие. Настолько вкусный продукт, что вот сегодня, вы знаете, 6,5 лет я уже в проекте. 6,5 лет. Вот начиная от такой коробочки. Вот такие коробочки были у нас когда-то. Они вот так стучали. Там были слившиеся леденцы. И когда я поехала в Америку первый раз, на вторую годовщину нашей компании, и когда наш президент вынес нам коробочку, новую коробочку вот такого вот продукта, вот так упакованного, вы знаете, это было просто, это было феерия. Это было, настолько было радостное событие и приятное такое зрелище, наблюдать, как он так волшебно, вот эта такая упаковка красивая. Здесь находятся два блистера. И эти два блистера, это 30 дрожжей уникального продукта, который может с вами быть и в кармане, и в сумочке, и в барсетке. То есть где угодно можно оставаться под защитой нашего уникального продукта. Мы сейчас буквально быстренько пробежимся по компонентам этого продукта. И вы сможете всегда прокрутить наш вебинар и посмотреть, и дать новичкам часовую вот такую нагрузку, чтобы они могли, не отвлекаясь, прочитать правильно, почему же эффективный такой наш продукт. Потому что здесь есть уникальные компоненты. Ромашка, которую знает весь мир. Здесь есть гинкобелоба, которая уже давно, как легенда, помогает устойчивости организма. Вот вы потом зачитаете. Я даже не буду время терять на это. Хотя это все находится у нас, в нашей вот такой, в нашем таком системном инструменте, в нашей папке по продукту. Методичка по продукту находится в онлайн-университете. Пользуйтесь, пожалуйста, этим. Пассифлора, такое растение интересно, но очень красиво. Мне даже хочется сделать на стекле вот такой красивый портрет этому цветку. Это очень красиво, необычно очень. И вот этот цветок необычный, он является удивительно, но противосудорожным действием оказывает. И очень многие люди, которые жалуются на это, обратите их внимание, что именно в релаксе это есть. И это снимает и неврастению, и спазмолитик, и при всяких там вопросах дистонии. То есть страх, беспокойство, страх полета. Это все работает именно в релаксе, с помощью вот такой замечательной травки. Витания. Это тоже известная, наверное, травка, но это как кустарник такой, он похож на физалис немножко. И он является даже снотворным воздействием. И причем в нашем продукте он добавлен в таких дозировках, который одновременно тонизирует и успокаивает, но не усыпляет. Хотя если вы позволите себе вечером употребить наш продукт, и даже в большом количестве, то у вас просто будет глубокий хороший сон. Но за рулем никогда не усыпляет этот продукт. Он наоборот концентрирует внимание. Ну банан, кто может говорить, что это плохо. Но единственное, что чтобы получить все компоненты из банана, нужно съесть очень много бананов. Я вряд ли, думаю, вы сможете съесть целую килограмма-два, чтобы получить те компоненты, которые извлечены и положены уже вот уникальным образом в наши вкусненькие конфетки. Ну салат латук тоже для того, чтобы быть спокойным, кушайте зелень всегда. Здесь очень шикарный набор, который позволяет нам улучшать и костную систему. И все спрашивают, а где кальций есть? В каком продукте есть кальций? Обратите внимание, когда люди покупают для себя слайд, пусть это будет вместе с релаксом, потому что здесь огромное количество кальция, который необходим для устройства наших нервных окончаний. Сложнейшие витамины. П, П, Е, К, группы В. То есть самые тонкие витамины группы В, из которых состоят нервные окончания. Это очень важно. И, конечно же, кедровый орех. Это помогает нашим нервным окончаниям гибкость придать. И это продукт, который расщепляет жировые компоненты и аминокислоты, которые должны усваиваться в нашем организме. Вот без таких качественных жиров просто нереально усвоение их. Поэтому и состав крови улучшается, и улучшается качество ваших органов. То есть это все дает нам продукт. И, конечно же, наш продукт очень выигрывает в том, что он действительно моментально дает свой результат. Вы еще не успели подумать, как вас стресс разрушает, а с помощью релакса некогда даже думать. Сразу мысли переключаются на позитивное общение. Сразу появляются мысли о том, чтобы делать, а не чтобы страдать. Поэтому вот это удобство. Потрясающе феноменальный продукт, приятный на вкус. И, конечно же, мы благодарны нашей компании, что она вывела на рынок целую такую шкалу продуктов, вот такой спектр удивительный на все случаи жизни. Сегодня моя коллега Наташа Соловьева, я вот говорю, ты знаешь, сегодня по релаксу я волнуюсь, сказать все нужно. Она говорит, да ты все скажешь, все ерунда, съешь два релакса. А я говорю, а какой бы ты оставила себе продукт, если бы ничего, ну, уже не было один только. Она обняла все коробки и сказала бы, я бы ни с чем, это несправедливо, ни с чем не могу расстаться. И обняв вот так коробки, вы не понимаете, вот мы 6,5 лет с Наташей в проекте, и вот 6,5 лет, вот так обняв все коробки, мы говорим, ни с чем не расстанусь. Ни с одним названием, ни с одним продуктом невозможно, потому что в этом продукте есть жизнь. Это все нужно отказаться от хлеба. Хлеб самый вкусный на земле продукт. Вот наш продукт – это хлеб земли. Это очень здорово, что он с нами есть. И, конечно же, для того, чтобы быть профессиональными, вот я бы хотела сегодня, чтобы вы обратили внимание, часто вы задаете вопросы, Нина Владимировна, а что употреблять быстрее, что нужно давать продукту, вернее, новому партнеру. И иногда вы составляете свои схемы, потом верите этим схемам, потом спрашиваете, скажите, пожалуйста, составьте схему. Я вот задаю нашей аудитории сейчас вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли на земле два одинаковых человека? Если есть, поставьте плюсики. Если нет, то поставьте минусы. Я жду обратную связь, дорогие партнеры. Вы живы там на той стороне? А то я вас усыпила почти что. Дайте обратную связь. Если есть одинаковые люди, то плюсик. Если нет одинаковых людей, то минус. Молодцы, молодцы. Я вижу, что вы поняли. Раиса Ковалева. Вижу, вижу. Ну, конечно, я понимаю, что мы с вами на одной волне. Нет одинаковых людей. Поэтому, когда вы спрашиваете, дайте мне рецепт, пожалуйста, что же употреблять. Вот вы всегда вспомните, что нет одинаковых людей. Но есть уникальный продукт, который работает по схеме, общей схеме. Это питание, очищение, защита и размножение, метаболизм. Без питания клетки, это эко-питание, клеточное питание. Без питания клетки не будет она размножаться, метаболировать. Но питаться клетка не будет, если она не защищена. И невозможно все время питаться, а когда очищаться. То есть это естественные процессы, как у любого живого существа. Наша клетка питается, очищается. Ее нужно защищать для того, чтобы она метаболировала. Поэтому вот такая небольшая схема, которая поможет вам просто не упустить какое-то название из виду. Распечатайте себе эту схемку, пусть она у вас будет помощником. И ваша задача будет просто немножко коснуться этого. Но если не может человек все одновременно приобрести, то хотя бы по схеме питания, это допустим антиоксиданты ГРОУ, и защита, это обязательно релакс. Очищение, помогите человеку продуктам АИС. Ну и безусловно метаболировать, если вы понимаете, что размножение клетки это и есть метаболизм. Наши мужские и женские продукты именно для этого и нужны, чтобы внутри организма сбалансировать все функции. И вот сегодня я хотела бы коснуться вот той темы, которая всем очень нравится. Вы знаете, наши все продукты на три буквы. Это шутка нашего президента. И это как бы в наших первых журналах было. Для того, чтобы понять, как же работает наш продукт, потому что наш продукт сделан в принципе по законам аюрведических всех техник, по китайской медицине, мы не открываем никакой Америки. Вы знаете, мы живем на Земле в таком поле энергетическом, и каждый из нас через себя пропускает массу всяких волн, и эти волны активизируют определенные центры нашего тела. И это уже не секрет, все знают, что все семь центров тела, они привязаны к определенным эндокринным системам. Эти эндокринные системы управляют всем организмом в целом. Поэтому, когда наши партнеры спрашивают, какой продукт вначале дать, я вас умоляю, обратите внимание, что первые три центра, это физический, эфирный, металлический, они обслуживают выживание человека. Это три центра, которые обслуживают три инстинкта. Это инстинкт размножения, инстинкт пищевой и оборонительный. Когда перед вами человек, у которого после каждой запятой ужас, ужасный, страшный, и это я не знаю, я сомневаюсь, то это словосочетание относится к выживанию, к оборонительному инстинкту. А когда его речь начинается со слова «я люблю что-нибудь интересное», «мне нравится», вот со слова «люблю» начинается вот уже зеленая чакра, это наша гроу. И если человек любит поговорить о себе, о хорошем, о чем-то, то это релакс обязательно. И вот эти компоненты для любого человека, даже если он находится в стрессе, в трех вот этих центрах энергетических, просто возьмите это на вооружение, не давайте мэл сначала. Научите партнера выспаться хотя бы один раз. Дайте ему релакс, подарите ему хорошее самочувствие. Наш гроу днем работает просто феерично, включает все системы, обогащает витаминами, восстанавливает весь организм. А релакс позволяет нервную систему наладить таким образом, что она начинает контролировать все органы и системы. И вот два продукта, релакс и гроу, пусть они становятся у вас первыми. Поначалу не запускайте чистку, я кучу людей испортила этим. Они начали мэлсом, якобы они понимают, что такое чистка, но не справляются с той нагрузкой, которую несет потом организм. Потому что, ну представьте себе курильщик, который постоянно курит. Ему ведь сложно оторваться от курева, да? Это же ломка. А представьте себе человек, который живет на стрессе постоянно. У него адреналин все время в крови. Если он не знает, с кем поссориться, то он выйдет на улицу в магазин, он все равно с кем-то зацепится и несколько секунд взбудоражит себя. И вот постоянно подсаженные на адреналин люди, на гормон стресса, они даже не понимают, что они в принципе гормонозависимы. И они как наркоманы, иначе жить не могут. И представьте себе, вы таким людям хотите их, так сказать, вырвать из этого состояния, дав, допустим, мультиспектр. А это чистка биополя, чистка биологических всевозможных компонентов, которые, так сказать, являются сателлитами. В стрессе у человека огромное количество паразитов. Вот стресс вызывает как раз-таки пробуждение всех паразитов. И я когда прочитала очень интересную вещь, что нападает, допустим, лев на стадо животных каких-то там млекопитающих, он одну, допустим, косулю ранил, или там козу, а вторую унес с собой. И вот та раненая за сутки, буквально, если она не может двигаться, за сутки она сгнивает изнутри. Ее черви съедают с такой скоростью, что даже через 2-3 часа уже хищник не подходит к раненому животному. Вот гормон стресса пробуждает все цисты паразитов и бактерий, которые должны утилизировать больную плоть. И плоть, которая не в состоянии себя обслуживать. Так часто люди, которые постоянно находятся в стрессе, ищут спасения, начинают чистку, и не справляется организм сразу расстаться с теми токсинами, которыми их снабжают паразиты. Ведь они же кушают внутри и выбрасывают продукты жизнедеятельности. И эти продукты жизнедеятельности тоже являются биологическими компонентами. И эти биологические компоненты, как правило, они токсичны. И вот в этой токсичной нагрузке человек долго находится, и он привыкает к этому. И он привыкает к этому. Что-то у нас погасло изображение. Так вот, когда мы начинаем кормить продуктом Мелс, мы видим, какой коллапс происходит с человеком. Даже Альт не помогает. И вот я вас умоляю и прошу, научите людей распознавать стресс, начинать с продукта релакс, кушать его, восстановить нервную систему, с помощью Гроу придать силы, чтобы человек понял, что ему лучше стало. Вот когда каждый день будет лучше, вот тогда человек поймет, что у него хорошие перемены пришли в жизнь. И тогда он начинает думать о том, чтобы наш продукт весь потреблять. И мой вам совет. Как только вы увидели, что человеку уже нравится наш продукт, что он с удовольствием рассказывает о нашем продукте, тогда вот ваша задача воспользоваться всей системой, по всем центрам, все продукты, хотя бы по одной штучке в день, но все продукты, тогда мы можем уже наш релакс и Гроу, вот два продукта, к нему добавить можно, можно будет продукт GTS, это белок, который необходим для восстановления нервной системы, и еще для того, чтобы высвобождать энергию. И энергия будет человеку помогать включать остальные системы без адреналина. Когда мы это делаем, обратите внимание, каков вес у вашего партнера, если вес чуть больше нормы, вы можете представить, что сахар плохо расщепляется. Позвольте этому человеку после еды покушать норм. Нормализация эндокринной системы и отношение к сахару. Когда сахара много, паразиты размножаются в организме. Сахар, который к нам попадает в наш организм извне, не всегда качественный. Наш продукт сделан с высококачественным продуктом, с сахара в высшей пробы. Поэтому чаще всего, начиная пользоваться нашим продуктом, первый день-два повышается сахар, а потом организм стабилизируется. Я бы хотела, чтобы вас не испугали первые ваши опыты, когда многие партнеры говорят, что вот, начали кушать продукт, и сахар повысился. Позвольте вашему организму выбросить сначала любой стресс накопленный. Это накопление токсичной нагрузки на нервной ткани. И когда наш продукт, релакс, начинает работать, нервная ткань, как любая ткань, выбрасывает токсичные свои материалы на улицу. И выбрасывая, очищается. Потом она нуждается в питании. Обязательно нужно водный режим держать. Обязательно нужно потреблять продукты, которые не спорят с вашим самочувствием. Если вы чувствуете, что в последнее время у вас нету сил, но посидите без мяса, попробуйте посидеть на овощной диете какое-то время, особенно если вы начинаете наш продукт. Водный режим обязательно нужно держать. После того, как вы вот эти три продукта использовали, GTS, Relax, Grow и добавили уже норм, вы можете потихоньку добавлять еще и слайд. Слайд восстанавливает всю систему, костную систему и все стенки сосудов. И когда мы начинаем слайд кушать, в состоянии вот в таком сочетании с релаксом, то я уже вам говорила, что у релакса есть компоненты, необходимые для восстановления костной ткани. И вместе с этим продуктом они творят чудеса. Невозможно восстанавливать костную систему, не восстановив нервную систему. И вот тогда только переходим на чистку МЭЛС. Нельзя все сразу, нельзя напрягать организм, не готовый к чистке. Очень многие люди начинают кушать весь продукт и понимают, что они не справляются с этим, и никакие уговоры уже не помогают. Поэтому вот вместе с Альтом вы поможете те центры восстановить и нервной системы, и расщепить токсичную нагрузку. Вот тогда уже логично будет внести МЭЛС вместе с Альтом. И чаще всего, когда уже есть проблема у человека, но вы знаете, спрашивайте конкретно, что бы вы хотели. Если человек говорит, да, вы знаете, я плохо сплю, а чаще всего просто недомогание, и вы не знаете, что ему посоветовать. Вы говорите, вы знаете, я, вот как я, допустим, что мне нравится в продукте. Когда-то я думала, что это очень хорошо, чувствовать все и слышать во сне. У меня было 10 часов в доме, и я ночью могла без 15.2 посмотреть на одни часы, в 3 часа посмотреть на другие часы. Я думала так нормально, что я просто чутко сплю. Я не знала, как нужно спать. А когда я съела первый раз релакс, и поняла, что я утром проснулась пол седьмого, я просто испугалась. Думаю, как я так провалилась. Я думала, это случайно. Нет, дорогие мои. Продукт работает так, что он дает полностью отдохнуть. Вот теперь я могу отдохнуть уже за 2 часа, полностью выспаться с помощью нашего продукта. Поэтому спросите у человека, как вы спите. Если этот вопрос, ну, конечно, когда вы спросите, с кем вы спите, это другой вопрос. Как вы спите? Не на боку, не на спине, а качество вашего сна. И многие вопросы станут сразу понятными. Угостите человека релаксом. И он поймет, что уже можно вас послушать. Потому что обычная нервозность их, и постоянное пребывание в стрессе не дает возможности человеку просто прислушаться к вам. Его раздражает все, даже ваше довольное лицо. Вы будете довольны, он найдет в этом фактор раздражения. Поэтому мы не на одной волне с людьми, которые находятся постоянно в стрессовой ситуации, и в стрессозависимой. Это кортизолозависимые, кортизаны, как я их зову. Вот такие кортизаны, их надо потихонечку оттуда доставать. Не ломать, а потихоньку доставать. С помощью нашего уникального продукта. Сделайте это для себя, как бы, стилем жизни. В кармане всегда должна быть пластинка релакса, на всякий случай. Потому что продукт не только спасает, вы знаете, очень много людей погибает из-за того, что не могли справиться со стрессом. Это одна секунда за рулем невнимания и уже авария. Сколько таких происходит? Буквально все решается за секунду. Поэтому в наше время, вот то, что мы владеем таким замечательным продуктом, я считаю, что это удача. Это великая удача. И география нашего проекта сейчас, когда мы видим, что все новые и новые города и страны подключаются к нам, вы знаете, нас узнают, а нас услышат. И мы просто обречены быть. Обречены быть богатыми и успешными, и очень здоровыми. И хотелось бы вам еще сказать, что в нашей системе, в нашей системе, в наших методичках по продукту, по каждому продукту, есть система ФАП. Вы можете в конце любой папки, отпечатанной вами, найти систему ФАП. Что же это такое? Как правильно продавать наш продукт? И вы знаете, если у вас нету много, допустим, много ресурсов, таскать с собой книги какие-то, или долго загружается интернет, чтобы быстро скачать нашу методичку. Ну, возьмите, пожалуйста, на вооружение вот такие листики. Принципы продажи продукта «Релакс». Или принципы продажи любого продукта. Но вот эти таблички, они помогут вам ориентироваться. ФАП – это система продаж. Это характеристики, преимущества и выгоды. Если вы человеку будете все время говорить характеристики «Наш продукт лучше улучшает, стабилизирует, устраняет», ему не слышно это. Если вы скажете «Вы знаете, наш продукт выгодно иметь, потому что не надо думать, ребенок ли это, старый ли человек, или мужчина, или женщина». Продукт на всю семью. И не надо смотреть возрастной ценз, не надо смотреть дозировку. Это очень выгодно и безопасно. Человек скорее услышит. И он через выгоды начнет прислушаться к преимуществам. А почему ваш продукт лучший? За счет чего он лучший? И вот тогда мы можем уже раскрыть немножко эту тему. Почему он лучший? Какие преимущества перед другими? Вы понимаете, эта табличка, буквально переписать ее каждому нужно. И очень-очень классно ее использовать. Можете не иметь никакие папки наши, но один раз прочитайте, но остальное все законспектируйте принцип продажи «Релакс». Или принцип продажи «ФАП». Для того, чтобы успешно продавать наш продукт, вы должны, во-первых, сами его очень любить, быть уверены в качестве нашего продукта, знать наименование правильно, и никогда не стесняйтесь сказать, что вы считаете, что весь продукт нужно кушать. Не назначайте как рецепт. Если будете назначать рецепт, вас всегда обвинят, что вы неправильно назначили. Не надо назначать наш продукт, это продукт питания прежде всего. И наш Сергей Сергеевич тысячу раз нам повторяет это. Мы не лечим, мы даем возможность организму самому выбрать, какой продукт сегодня нужно. Интуицию включаем или просто имеем все. Поэтому продукт нужно иметь весь. Сочетать его, конечно же, вот как я вам показала, лучше всего, конечно, когда вы скажете, вы знаете, не будем открывать Америку. Вы можете пользоваться всем продуктом. Он соответствует всем законам аюрведических и китайской медицине, и всевозможным и по авиациям. То есть весь, так сказать, опыт мировой заключен в нашем продукте. Наши продукты подобраны так, что красные компоненты, которые выращиваются, и каждая травка вибрации берет ту волну, на которой вибрирует наш нижний центр. В основном это так. И когда вы посмотрите на окраску наших продуктов, возьмите Альт. Сколько там фиолетовых продуктов? Кто видел мой вебинар, посмотрите еще раз про Альт. И вы поймете эту взаимосвязь. Не надо человека лечить. Нужно помочь материально. Какая шутка такая, да? Поэтому не назначаем, а говорим. Ты знаешь, возьми по схеме, по всем центрам и не ошибешься. Не ошибешься и вот по одной буквально драже вводим после релакса и гроу. Не забывайте об этом. Потихонечку вводим. Тогда вы будете абсолютно, абсолютно уверены, что вы не нарушили ничего. И не надо ломать человека. Не надо его... Говорят, ты жил неправильно. Вот давай-ка ты сегодня будешь жить по-другому. Каждый имеет право на ошибку. Каждый имеет право на дозу адреналина и кортизола в своей жизни. Вот сегодня я тоже волновалась. Думаю, смогу ли я все вам донести. Так хотелось бы многое рассказать. Но боюсь даже вот... Не все нужно вам, наверное... Не все нужно слышать на вебинарных таких занятиях. Поэтому очень хорошо сочетать ваше внимание и, так сказать, мой интерес к этому, чтобы еще раз вас окунуть вот в эту систему, так сказать, рецептуры. Все продукты по одному драже в день для того, чтобы стабилизировать все центры тела, чтобы включить все эндокринную всю систему, чтобы ее взаимо увязать и чтобы это работало как общая система оздоровления. Тогда гормон стресса почувствует себя неуютно. И представьте себе, насколько удобный наш продукт. Буквально помещая его сублингвально под язык, как валидол, мы сразу же получаем гормон радости, гормон удовольствия. Скажите, что в жизни быстро дает гормон удовольствия? Кто знает такие системы? Только если, наверное, поглаживание, да? Приятное прикосновение, и то не всякий человек может это сразу понять. А вот приятный вкус чувствует каждый. Поставьте плюсик, если вы считаете, что я права. Или вы со мной согласны. Кто понимает, как быстро возникает гормон удовольствия? Гормон удовольствия с нашим продуктом у нас рядом, он в руках. И вот 30 гормонов удовольствия, 30 доз, вот в нашей одной упаковке релакса, это 30 раз удовольствия. Я очень рада, что вы заодно со мной. Я так люблю наш продукт. Он такой вкусный, он такой приятный, он такой свежий, он такой деликатный. Вот ничего лишнего. Я благодарна вам, вы все со мной, и вы все на одной волне. Спасибо, Нина Семеновна, вы даже в маникюрном салоне умудряетесь. Но, наверное, весь маникюрный салон сегодня будет подписан к нам. Потому что это круто, когда можно слушать и быть в центре событий, и не отрываться от нашей основной деятельности. Я очень люблю наш проект, что мы всегда можем быть вместе. Итак, мы с вами поняли, как быть успешными. Присоединяйте все продукты. По системе ФАП перепишите все наши таблички себе. И когда вы говорите, что вам нравится ваш продукт, у вас должно быть всегда в сумке несколько наименований, иначе вам не поверят. Ой, вы знаете, я знаю продукт, но вот я не взяла его с собой. Никто уже не поверит вам. И вы знаете, когда мы говорим о том, что наш продукт вкусный, то обязательно нужно показывать и как упаковка выглядит, потому что здесь все сертификаты нанесены. Когда мы с Нина Семеном начинали проект, и на вопрос, где ваши сертификаты, мы искали вверху, где мухи летят, потому что мы не знали, что ответить. И выходили всячески из этой ситуации, потому что все пережито. Не было сертификатов, не было продуктов в такой форме, какой сейчас есть. Но все это позади. География нашего проекта настолько расширяется, что, вы знаете, только давайте подключайтесь, давайте работать вместе, давайте расти и использовать продукты для здоровья, для того, чтобы ваши глаза сияли, и никогда кортизов без повода к вам не приходи в гости. Кушай сам продукт, расскажи свой результат. Я не знала, что спать можно хорошо, а все-таки релакс показал мне, что такое глубокий сон. Угощайте друзей своих, рассказывайте их истории, и это будет просто круто. Вот такой механизм проще, чем кажется. Вот так можно продавать. Мы абсолютно уверены в нашем продукте, потому что у нас есть поставщики с мировым именем. Долго не буду на этом останавливаться, но для ваших вебинаров с вашими партнерами можно всегда остановиться на этом слайде и прочитать его, потому что самые крутые специалисты отбирают самые лучшие компоненты для того, чтобы быть с нами в связке. Сергей Сергеевич доверил свое детище. Самой крутой компании Бара Херпс. Они эксперты, эксперты не только в системе контроля качества, они создают систему экспертизы и продают сами системы контроля качества продуктов. Это практически капельное питание для комы, это питание для пересадки органов, это питание очень дорогостоящее. Как нам сказали, в первый год мы работали, сказали, что 10 таких доз, нет, 20 доз таких стоило 700 евро. В принципе, и сейчас очень дорогой этот продукт. Для тех, кто понимает. Для меня этот продукт бесценный. Я вас уверяю, я его обожаю просто. И имея собственное производство в Молдове, благодарю Молдову за такое, за показательное выступление в последнее время. Молдова просто рулит. Ребята, мы гордимся, что Молдова с нами, что у вас завод. И мы всем говорим, Молдова зажигает не только самое лучшее вино, но еще самые лучшие конфеты оттуда идут, с секретиком. И мы обязательно приедем в сентябре к вам. Я обещаю, что всегда в своей команде передам энергетику. Теплая встреча, которая была на заводе, при запуске завода, незабываема. Это самые красивые эмоции, которые когда-либо я испытала в криковских подвалах, с большим количеством вина. И вот благодаря вот этому замечательному человеку, который, в принципе, не оставляет равнодушных уже никого, и он дальше рулит, у этого человека возникают чертики. Когда он видит чертики у нас, он всегда радуется нашему восторгу, и он так любит нас удивлять и смотреть на наши эмоции. Вы знаете, мне кажется, что, наверное, вот Сергей Сергеевич, это образчик такого человека, наверное, другого такого нет. Мне очень нравится этот молодой человек, и нравится всё то, что он делает. И для меня он стал учителем. Никогда не поздно выбрать себе учителя. Вот мои учителя очень качественные. Семёна, благодарю вас за то, что когда-то вы притянули мне руку. Я не знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы не проект АТЛ. На сегодняшний день я мало того, что я просто здоровая, наверное, немножко красивая. Видите, какая тут, как флаги первомайские. Я специально красный костюм одела, чтобы напомнить, что сегодня мир, труд и май. Все с флагами, а мы с АПЛ. Так что, дорогие мои, весеннее такое обновление природы напоминает нам, что организм всегда может достать ресурсы и восстановить нужные силы. Восстановить их для того, чтобы ничего невозможного нет, чтобы мечтать, чтобы наши мечты сбывались, чтобы мы вместе с командой чувствовали себя победителями и чтобы мы узнавали, когда стресс приходит, что это стресс, что это физиология и что можно с ним не просто бороться, а с ним можно договариваться. Потому что наша система организма это продуцируемый механизм. Он производит или гормон страха, или гормон радости. У вас есть в руках инструмент, который с любого гормона страха сделает гормон радости. Берете релакс в руки и рулите. И всегда вы будете победителем, потому что с нами вот такие красавцы, которые дают нам возможность радоваться жизни, идти вперед. И такие новые горизонты открывают. Сергей Сергеевич, просто круто! Европа зажигает! Просто круто! Я горжусь вами и передаю огромную благодарность всей моей команде за то, что сегодня происходит в мире. Это круто! А еще как будет! Мы никогда не могли подумать, что так будет круто в нашей компании. Когда мы начинали проекты, печатали какие-то свои буклетики маленькие, мы никогда не могли подумать, что такой сейчас будет размах. Но, кстати, мы всегда верили, что наш проект войдет в каждый дом. И это моя мечта. В каждом кармане, в каждом доме будет наш продукт. В каждом, каждом, каждом. Я верю в это. Продукт, который меняет мир. Вот этот продукт очень мне нравится. И я думаю, что, может быть, кое-что вы сегодня узнали из моего вебинара. Да, и хотелось бы, чтобы вы задали вопросы. Что же было важно, может быть, как обратную связь? Или же вопросы, какие остались не озвученными? Задавайте их, пожалуйста. У нас минут пять есть для вопросов. И хочется быть эффективной и полезной для вас, дорогие друзья. Вы знаете, для того, чтобы... Вот сегодня, наверное, вы увидели, какой отель нас ожидает в Турции. Я так жду встречи быстрее в Турции, потому что это что-то. Это круто. Это настолько феерично. Мы в прошлом году были вместе, столько людей вместе, зажигали вместе. Но отель, который выбрала Марина Царькова и наше руководство в этом году, вы знаете, мне кажется, я бы не смогла сама никогда додуматься туда поехать. Поэтому давайте встретимся все в Турции и давайте отложим наши стрессовые гормоны на потом, потому что чуть-чуть осталось до магии восьми. У меня вообще, вы знаете, магия восьми тоже магическим образом. У меня офис одиннадцатый, ну, номер дома, Пушкинская, одиннадцать. Я живу сейчас в четвертом доме, квартира одиннадцать. Я купила квартиру по улице Куколкина, одиннадцать, на восемнадцатом этаже. Вы знаете, одиннадцать и восемь каждый день у меня на языке. Я не знаю, что это. Это магия восьми. Поэтому давайте все еще и на круиз, последние как бы этапы закончим. Закончим вот это соревнование, в котором адреналин немножко нужен. Поэтому, дорогие мои, промоушен на магию восьми выполняем. В Турции встречаемся, работаем. Вот вопрос здесь. Девять месяцев человек использует весь продукт, но аллергия не отступает. Что посоветовать? А вы знаете, если бы вы взяли этого человека и пожили бы с ним в одной квартире, посмотрели бы, какие продукты он стабильно кушает. Таким людям, у которых давно-давно-давно хроническое заболевание, это аутоиммунное заболевание, аутоиммунное отношение к аллергенам, невозможно без перемены изменить вообще как бы что-то, поменять даже нашим продуктам. Посмотрите, что он кушает, что постоянно, если постоянно есть стрессовая нагрузка, то с гормоном стресса наш продукт пока, пока, я думаю, что даже альт не нужен. Альт в сочетании с релаксом возможно. Больше ничего. Просто терпение и употребление как продукта питания и не обещайте ничего. Потому что аллергия – это неприятие ситуации. И есть какие-то продукты, вызывающие это, или аутоиммунный процесс, так и объясните. Так, какие-то еще вопросы у вас есть? Так, примеры. Вы знаете, мы еще раз говорим вам, что любые заболевания, особенно когда у них такие сложные, вот такие названия, полинейропатия. Патия – это заболевание нервной системы. Любая апатия – это ослабление, если кто знает. Так вот, укрепление нервной системы, релакс и GTS – обязательно. Но имейте в виду, что нервную систему очень любят кушать вирусы. Герпес, Эпштейн-Бар и цитомигаловирус. Вот эти вирусы, знаете, они любят очень нежную ткань, а нервная система – это самая нежная ткань. Поэтому имейте в виду, что в организме наверняка есть вирусы. Может быть, даже и посложнее вирус, который там, папилломовирус, допустим, и очень сложно убрать. И это есть и наследственные. Наследственные заболевания, которые связаны с сифилисом, который на четвертом-пятом поколении идет, вот он дает пропуск всем папилломовирусам вот этим. Поэтому, если вы видите, что-то связано с нервной системой, то подозревайте, пожалуйста, вирусное заражение. Дальше. Есть ли вопросы еще? Ну, нос заложен. Я хочу вам еще раз сказать, что, пожалуйста, у кого аллергические проблемы не ушли, все-таки нужно пост держать. Не зря в культуре России, православии, вообще есть посты весенние. Потому что количество углеводов, которые вы потребляете, не соответствует норме в человеческом организме. Очень много углеводов. Уберите углеводы все. Они являются почвой для всевозможных токсинов. Поэтому любая аллергия – это прежде всего. Обратите внимание на питание. Уменьшите количество углеводов и водный режим. Ну, не с релакса она попала в больницу, я вам точно говорю. Потому что наверняка она попросила релакс у вас, или вы ей дали, потому что был повод. Значит, нервная система не может уже справляться с тем количеством адреналина и кортизола, которые поступают в кровь. Не лечить человека. Не нужно его лечить. Многие люди нуждаются просто в жесткой терапии. Это уже нужны транквилизаторы, успокоительные, серьезные. А восстанавливать их, если они захотят, можно нашим продуктам. Не лезьте в сложные ситуации, когда вас обвиняют, что продукт не работает. Вам это не нужно. Ну, когда уже кишечный, знаете, желудочно-кишечный рак, это же не за один день приобрели эту проблему. Дайте шанс человеку, дайте информацию. И не надо лечить. Он должен сам принять решение. Почему-то вы все ищете больных. Знаете, есть выражение. Вас ищет то, что вы ищете. Если вы будете искать больных людей, больные люди будут вас искать. А еще хуже, если болезни вас начнут искать. Поэтому, пожалуйста, не ищите больных людей. У нас огромное количество людей здоровых, которые просто забыли за собой ухаживать. Вот в Челнах недавно у нас был случай. Молодой человек пришел. И он, говорит, мне дали одну конфету. И я, говорит, как будто я в 20 лет стал себя чувствовать. Вот многие молодые мужчины и женщины, они просто живут и понимают, что уже не могут они автобус догнать. Ну, не могут они ночь не поспать. Ну, как будто так и надо. Да нет же, все можно изменить. Да, эти продукты, они поймут, что есть разница с продуктом или без продукта. Крапивницы девушки. Опять же, если вы увидите, что девушка пост принимает, то есть избавилась от всех углеводов и продуктов, которые попадают к ней технических, тогда я могу гарантировать, что наш продукт сработает. Если вы не знаете, что она кушает и в каком количестве углевода она кушает, мы не беремся вообще говорить на эту тему. Какие-то вопросы еще есть? Грибок, папиллома, вирус. Конечно, можно убрать грибок, но грибок – это он хозяин земли, и он растет везде и повсеместно. С грибком тяжелее всего бороться, я вам точно говорю. Нужно и локально на месте употреблять, и внутрь употреблять. С грибком немножко посложнее. Нужна сильная иммунная система. Следите за иммунитетом. Grow, grow и relax. Так, какие еще вопросы? У нас время чуть больше часа, в часе 15 минут, поэтому скоро встретимся с вами в Турции. Я всех вас люблю, обнимаю. И мы говорим всегда, что здоровым человеку интересен весь мир. Вы согласны со мной? Поставьте плюсики, и мы на сегодня попрощаемся с вами. Для того, чтобы быть продуктивными, используйте, пожалуйста, наши вебинары, для того, чтобы новые партнеры ваши имели качественную информацию. И обязательно изучайте наши материалы, наши материалы «Новая ПВК», которая появилась у нас. Мы сделали вот такую интересную презентацию, вот такой интересный такой буклет, который уже Уфа запустила у себя. Мы тоже, Татарстан уже запустил. Мы тоже сделали замечательную книгу, которая позволяет нам вот таким образом быстро провести презентацию для каждого нового партнера. Желаю вам хорошего настроения, трудотерапии хорошей. И я думаю, что май удался. Такие промоушены, которые объявил наш президент, просто не оставят равнодушно никого. Я желаю вам удачи, больших товарооборотов, новых лидеров, новых партнеров, крепкой команды и крепкого здоровья. Всего хорошего. Релакс вам в помощь. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова